Привет! Меня зовут Тала Васильевна. Можно просто по имени Тала на Т. Так сейчас принято. Сегодня 21 ноября. Погода существенно испортилась. Дует холодный ветер и минусовая температура. И это видео я решила снять для тех, кто хочет немножко сэкономить свои деньги. Сохранить тепло в доме и немножко денег. Так как тарифы у нас в Украине повысились на все. На газ, на свет, на тепло в три раза с сентября месяца. Сейчас покажу, какие материалы я использовала. Вот такие планочки. Продаются в строительном супермаркете. Это штапик для того, чтобы прикреплять пленку. Вместо штапика можно использовать любые тоненькие планочки. Дранку в том числе. Уголки металлические. По ширине этих планочек они должны соответствовать. Можно взять уже, но желательно не шире уголки. Шурупики, саморезы. Их размер. Так, что тут написано. Три с половиной на двадцать пять миллиметров. Рулетка обязательно. Шуруповерт. Или что у кого есть, дрель. Набор бит. Бита в основном одна понадобится. Вот для этих саморезов. Это набор сверл. Но понадобится нам только тоненькое сверло. Двоечка. Для того, чтобы перед тем, как вкрутить саморез, просверлить дырочку, чтобы эта планочка не раскололась. Так как дерево имеет свойство раскалываться. Так. И дальше я покажу, как это я делала. Это самое большое окно в моем доме. И правая его часть открывается. И не смотря на хорошую прокладку резиновую, все равно зимой дует из этих мест. Там, где открывается окно. Вот эта вот часть открывается. Начнем с какого-нибудь уголка. Верхнего или нижнего. Предварительно отпилив планочки по размеру окна. И приставляем планки прямо в окне. Если вы будете это делать на полу, на столе или еще где-нибудь, то у вас обязательно произойдет небольшое смещение. И рама с пленкой не влезет просто в этот проем. Поэтому все делаем прямо в проеме. И планочки приставляем плотненько к раме окна. Прикладываем уголок. И прямо здесь его присверливаем. Так поступаем со всеми четырьмя углами. И не вынимая раму, укрепляем пленку. Вот такими штапиками, или дранкой, или любыми планочками, как я уже говорила ранее. Вырезаем пленку по размеру этой рамы. С небольшими запасами. Прикладываем планочки тоненькие. И прибиваем их строительными маленькими гвоздиками. Можно, конечно, присверливать. Но быстрее прибить. Это другое окно. Точно так же все сделано. Это окно поменьше, и оно не открывается. Свет достаточно хорошо проходит через пленку. Поэтому никаких неудобств вы не будете ощущать. В связи с тем, что окно у вас закрыто рамой из пленки. С двух сторон я вкрутила длинные шурупы, чтобы было за что браться, когда я вставляю раму или вынимаю. Свет достаточно хорошо проходит через пленку. Не будете испытывать никаких неудобств в связи с этим. Это последнее мое окошко. Самое маленькое в коридорчике.